Ребят, всем привет! Меня спрашивают часто, как ты летаешь по разрешениям, то есть как ты их получаешь. Якобы сейчас невозможно получить разрешение, везде запреты по стране и так далее. Но, ребят, надо читать указы губернаторов регионов, в которых вы летать собираетесь. И там конкретно прописано, есть запрет в регионе или нет. Например, в Тверской области полеты разрешены, но разрешены по разрешениям. Губернатор разрешил летать, согласовывая через ЕСРВД, с ЕСРВД полеты. Это официальный указ, который был издан сразу в том периоде, когда издавались все эти указы по регионам. То есть он не изменялся, как был, так и есть изначально. То есть летать можно было всегда, но согласовывая. В Нижегородской области сейчас тоже можно летать. Внесены были поправки в указ губернатора. Вне запретных зон, там диспетчерских и так далее. Ну, грубо говоря, там в лесах-полях, где вы не представляете никакой угрозы, никаких объектов нет и так далее. Тоже так же согласовываете с ЕСРВД и спокойно летаете. В Московской области как такового не было запрета. Потому что все СМИ, которые писали, нигде не было ссылки на указ губернатора Московской области. И, собственно, указ не был опубликован. Там все было отдано на откуп оперштаба, который принимал решение. И вот сейчас оперштаб принял решение, ну не сейчас, уже, наверное, полгода прошло, что летать можно не над населенными пунктами, вне всяких там запретных зон. Ну, то есть, опять же, не пересекая никакие диспетчерские запретные зоны, военные объекты и так далее. То есть в лесах-полях, над населенными пунктами даже можно летать. Но не над всеми. И для дронов легче 250 грамм. Официально это нигде не опубликовано. Это было письмо Минтранса, которое они направили в ЕСРВД. И, ну как мне объяснили, в Небосводе. Как мне сказали, в Небосводе есть такое письмо под таким-то номером определенным. Вот. И они им руководствуются. Многие пишут, что это все фигня, что вот есть запрет, и полиция вас сдернет. Ребят, меня два раза проверяла полиция в Московской области. Никаких проблем не было. Они звонили в ЕСРВД, проверяли местный режим, на кого формлендром зарегистрирован. И проблем с полетами не было. То есть меня спокойно отпускали, желали счастливого полета, и я спокойно продолжал летать. Поэтому, значит, сейчас я хочу показать всю процедуру. Ну, я ее вроде уже показывал в каком-то видео. Но вот сейчас еще раз хочу показать, как оформлять, ну, как согласовывать, подавать заявку. И куда звонить. Да, для многих негативным моментом являются вот эти звонки. За два часа и перед взлетом, и после взлета. Для многих это прям такой неподъемный квест, непроходимый, что они только из-за этого не хотят оформлять разрешение летать по закону. В принципе, вы можете продолжать летать, как вы летаете из кустов. Но мне кажется, что в нынешней ситуации для душевного спокойствия можно как-то планировать заранее полеты свои и согласовывать их. Тем более, вроде как я слышал, что с какого-то времени планируют изменить время подачи заявки. То есть теперь можно не за шесть дней, а за сутки и за три дня, насколько я слышал. Но пока точно такой информации нет. В общем, сейчас выдвигаюсь на объект, скажем, где я подал заявку на местность, где я хочу, на локацию, где я хочу летать. Ехать мне туда часа три. Это просто далеко. У меня как бы маршрут такой в Турскую область на несколько дней. И вот с утра заехать хотел полетать, посмотреть, поснимать. В общем, сейчас покажу, как это все делается. И в процессе буду звонить. И опять же покажу, что говорить нужно, куда звонить, что говорить. И вообще, как это все происходит. В общем, поехали. Как подавать заявку покажу на вымышленной заявке, а как уже звонить на реальной. Есть такой сайт небосвод skyarc.ru. Есть также приложение на телефоне, на айфоне, на андроиде и на компе, грубо говоря. Самое простое и удобное, это подавать через сайт, через браузер. Значит, вы должны быть зарегистрированы. У вас должен быть свой профиль, как у меня. То есть, дрон должен стоять на учете. И, соответственно, после того, как вы это все сделаете, зарегистрируетесь, поставите дрон на учет, вы сможете подавать заявки. Значит, покажу на примере, как это делается. Значит, в левом углу у вас такое меню есть. Тут ваши дроны БВС, архив полетов, активные полеты, история полетов, ваш профиль, документы. Если вам какие-то документы нужно загрузить, вы сюда будете загружать. То есть, разрешение на полет где-то над населенными пунктами, страховой полюс и так далее. Собственная информация о страховании, если надо. У меня нету, потому что дрон до 250 грамм. Ну и, собственно, они не требуют пока этого. Тут настройки карты и, соответственно, еще какие-то слои тут для отображения на карте. Но я как бы этим не пользуюсь. Значит, поехали. Новый полет. Здесь указывается название. Можете для удобства обозвать, как хотите. Я оставляю, допустим, план на 20-е. Цель полета. Здесь указывается, в каких целях выполняется. В личных, в тестовых, авиационно-химические работы, другое. Ну, допустим, в личных целях. Двусторонняя радиосвязь отсутствует у нас. Значит, смотрите. Наличие двухсторонней радиосвязи позволяет вам летать в каких-то диспетчерских зонах. Не запретных, а, скажем так, в ограниченных зонах. Вернее, в зонах с ограничениями. То есть, если у вас есть двухсторонняя радиосвязь, вам могут там дать разрешение для полетов. Но у меня нету, поэтому, соответственно, не указываем. Значит, пример. На примере города Старица буду. Это Тверская область. Значит, геометрия полета. Это мы рисуем план. То есть, где мы будем летать. Ну, давайте возьмем, допустим, полигон. То есть, это произвольный полигон. Мы рисуем произвольный полигон. Где мы хотим летать. Так, завершили его. Значит, указываем границы высот. До какой высоты мы хотим летать. Ну, допустим, 120 метров. Значит, координаты здесь автоматически прописываются. Здесь можно поставить визуальный полет, либо невизуальный. Но я всегда ставлю визуальный полет. Все, как бы, все отметили. Нажимаем готово. Дальше. Расписание. То есть, выбираем дни. У нас сегодня 20-е число. Ну, давайте на субботу, допустим, к примеру. Время указывается по ЮТС. Это международное. Это минус 3 часа от нас. То есть, если вы... Ну, вернее, не минус, а плюс 3 часа по Москве. То есть, если, допустим, указано у вас 7 утра, то по Москве это будет 10 утра. Так. 5, 9. Ну, пускай это не столь важно. По времени вы разберетесь. И 27-е число. Готово. То есть, здесь также можно переключить в московское время. Это получается у вас с 8 до 12 часов. Значит, дальше вы выбираете дрон, который вы хотите добавить. Ну, допустим, минус 4. Так. Здесь нарисовались зоны какие-то дополнительные. Можно добавить дополнительного пилота и документы. Заметка. Здесь это не обязательно. То есть, смотрим дальше. Чек-лист. В чек-листе вы можете посмотреть, что вы нарушаете или не нарушаете. В данном случае нам чек-лист говорит о том, что мы летаем, пересекаем зоны, в которых установлены ограничения в рамках мероприятия при реализации указа президента. Но в то же время он показывает нам, что здесь необходимо установить местный режим. То есть, согласно указу губернатора Тверской области, для того, чтобы летать в этих запретных зонах, которые в рамках мероприятия введены, нужно согласовать полет с ЕС у РВД. То есть, что мы будем делать дальше? Нажимаем Далее. И как бы он нам рисует нашу зону, где мы хотим летать. Наши данные все. И мы нажимаем Отправить. Но я, ребят, отправлять не буду сейчас, потому что я как бы не собираюсь летать. Нажимаете Отправить и полет. Хотя я давайте нажму Отправить, потом отменю его. Все. Он пошел в обработку небосвода. Дальше ждем, когда нам его согласуют. Допустим, нам его согласовали, и мы едем летать. Нам далее нужно будет совершать звонки, указанные информацией, которую нам пришлют после согласования полета. Будет указана информация. Например, вот завершенный полет. Вот здесь вот будут указаны документы все. Мы их можем скачать, их лучше всего скачать. И оперативная работа. Здесь будет указано, куда звонить, за сколько и так далее. Общая памятка, представление. В общем, погнали. Я еду летать, летать официально по разрешению. Камера трясется у меня в машине, потому что летать по разрешению. Официально получил разрешение, согласовал через небосвод. В общем, хочу показать, как правильно это делается. Сначала я получил его, ну, оформил, запросил разрешение на сайте небосвода. Подал заявку. Буквально это дело на 5 минут. Выбрал место, в общем, отправил все. Через 2 дня мне пришло согласование, что полет одобрен. Я на всякий случай распечатал все бумажки, согласование само. Вот оно. И, собственно, оно, вот это же согласование, все отображается в мобильном приложении. В мобильном приложении указываются все данные, абсолютно все. То есть время полета, место, контактные телефоны, куда звонить. Удобрили, присвоили местный режим. То есть данные мои все, короче, связаться, как со мной и так далее. Зона полета у меня вот выделена. То есть вот она, моя зона полета. Время установили. Ну, также здесь указывается, куда звонить, какие шаги предпринимать. То есть куда первый звонок, куда второй и во сколько. Первый звонок осуществляется за 2 часа. по указанным номерам. Это местная диспетчерская, ну, в том районе, регионе, где вы летаете. И второй звонок в виде ЕСРВД. Ну, бывает, что надо в 3 места звонить. Ну, это редко, но иногда бывает. Вот. Первый звонок с 2 часа. Сейчас я его буду делать. Посмотрим, как это все делается. Доброе утро. Хотел разрешение на полет запросить. Местный режим 02763, Калязин. Есть такой режим, сейчас у вас сова на Машков. Машков? Да. Все, спасибо, понял. А где сначала дорожите? Да, конечно. До свидания. Доброе утро. Хотел разрешение на полет запросить. Местный режим 02763, Калязин. Сейчас, минуточку. Угу. Так, 02, как дальше? 02763. 763? Калязин, да. Калязин, да. Все, хорошо, давайте. В Твери Машков согласовал. Так, Твери, как первая буква? В Твери Машков. Михаил, Машков. А, Машков, все, все, все. Все, спасибо. Подождите, подождите. Да, да, да. Не торопитесь. Не забыто. Так, а вы у нас? Николаев. Так, минуточку. Так, минуточку. В общем, ребята, вы поняли? Ну, ничего сложного нет. Звоните, просто предупрежите. Звоните, просто предупреждаете о том, что планируете летать. Собственно, никаких проблем мы слышали, да? Они говорят, если что, задержка. Просто звоните, предупреждаете. Точно так же с полицией. Если полиция приезжает, ну, если есть бумажка, распечатать можно, да, показывать им. Если нет, в электронном виде показывайте местный режим. Они звонят, звонят или звонят. Звонят, да? Звонят, проверяют в ЕСРВД. Там подтверждают, что такой-то есть, все есть. Ну, соответственно, он должен быть зарегистрирован. Без этого вы не получите. В общем, проблем нет на самом деле. И многие, кто говорят, что это сложно, проблемно. Я не знаю. Может быть, да. Я не знаю. Может быть, в каких ситуациях это сложно. Но так, как, допустим, для меня это не сложно. Потому что в будние дни я не летаю, потому что работаю и так далее. А выходные свои я могу планировать заранее. Для меня эти полеты, ну, согласование этих полетов не представляется проблемным. То есть можно согласовывать на все выходные и выбирать день по погоде, смотреть, когда удобно, тогда летать. В общем, как начнем взлетать. Но перед взлетом я позвоню и покажу, как это опять же делается или по завершению полета тоже. Здравствуйте. Местный режим 02763 колязин. Начинаю работу. Алло. Алло, алло. Слышно? Да. Вот сейчас хорошо. Местный режим 02763 колязин. Начинаю работу. Ага. Принято окончание. Да, вот. Да, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Местный режим 02763 колязин. Начинаю работу. Начало работы, после, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Ну, вот я приехал. Сейчас снег пошел. А ну, вот прекратился вроде. Я только взлетел на такую снегопадную. Полетело все прям хлопьями. Вот. Ну, сейчас вот вроде прекратился. Сейчас немножко подожду. Может, еще меньше станет. Полетают. Жалко. Что, просто так ехал, что ли? Вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Когда позвонил за два часа. И второй звонок я сделал, когда позвонил перед полетом. Ну, это вы видели. Так, ребят, короче, отлетали мы все. Надо завершить работу. То есть, выполнить шаг. Последний позвонить в Тверь. И позвонить в ЕСРВД. Сейчас такой режим-то забыл. Ну, два, семь, шесть, три. В общем, звоню в эти режимы. Здравствуйте. Местный режим 0,2, семь, шесть, три. Закончил работу. Так, это населный пункт. Скажите, чтобы я не искал. Колязин. Так, Колязин. Колязин. Это колокольня? Колязин, колокольня, да? Ну, там план, да. Квадрат, да. Колокольня, колокольня, да. Хорошо, Колязин. А, вот. Тут два режима. Колязин оказывается. Так, позвонили. Сейчас звоним во второй. В настоящее время абонент занят. Пожалуйста, попробуйте перезвонить позднее. Ну, вот это, кстати, проблема. У них достаточно часто занято. Ну, давайте пробовать еще. Здравствуйте, местный режим 0,2, семь, шесть, три, Колязин. Закончил. 0,2, семь, шесть, три, Колязин? 0,2, семь, шесть, три. Хорошо, Эльваров. Да, 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 я принял резору. Спасибо. Спасибо, до свидания. Ну, в общем, ребят, вот так вот. Проблема с дозвоном есть, но она ведь не совсем критичная, поэтому можно летать. Ну, вот отлетали, отзвонились, все, никаких претензий к нам нет. То есть, если бы подъехала полиция или еще кто-то, они бы проверили, позвонили бы в ЕСРВД, проверили, что такой-то, такой-то, какие-то номера, все как бы, все окей, все согласовано, план есть. То есть, в общем, вот так вот, ребята. Летайте и не нарушайте. Всем спасибо, всем пока.